Повседневными делами занимаюсь я, так что если ты станешь создавать проблемы, то тебя отправят ко мне. Угу, буду знать. Что же, здрасте всем. Что я могу сказать сразу, а просто обязан заметить. Скайрим, после того как я обновил драйвера видеокарты, заново заметил мою видеокарту. И теперь он видит ее дважды. Я могу выбрать или свою видеокарту, или свою же видеокарту, и названия они не меняются, то есть не отличаются. Но дело-то даже не в этом. Да, кстати, извините меня за такой голос, я болею. Я болею. Но суть даже не в этом, а суть в том, что, как же, как же, как же это называется. Да, он, Скайрим, он нагло убрал все мои настройки, так четко-четко-четко выверенные настройки видео. И отныне, ой, это я просто задел мышку, отныне я их выставил заново, я не помню какие они были, так что может или тормозить, или будет плохая графика. Я не знаю, посмотрим, давайте, если что, я потом изменю. Добро пожаловать! Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садитесь лучше. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя. И уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии, чтобы овладеть им нужны годы, учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа не минует. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Я думаю, что они полные ублюдки, и все из себя выпендриваются, и говорят, да, эти мы да вам покажем, да это самое. Тут нормальные вещи говорят, а они не служат, слишком кровь в голову ударила. Поэтому, что же мне сказать? Не знаю, да, конечно, не знаю. Стоит применять знания. Ну, стоит-то стоит, но безопасность действительно важнее всего. Что ж, остальные ученики явно с тобой не согласны. Ой, не слушайте его. Мы можем, только дайте нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание. И мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия оберегия? Ту, я знаю одно. Так, да, значит, я знаю один оберег, используя все по-настоящему, мне приходилось. Ага. Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, пожалуйста, становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Вообще, я его тебе скажу. Сейчас я тебе вообще все скажу. Только вот найти бы где этот... Как же он назывался там? Малый оберег? Во! На семерке он. Понятно. Так. Тебе нужно поддерживать... Да я поддерживаю. Иначе оно не сработало. Я не хочу причинить тебе вред. Вот я поддерживаю. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. На. То есть мирно. Великолепно. Да. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллегия проводит интересные раскопки в руинах Саартала неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Хорошо, я подделаю. Па-па-па-поддерживаю. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Что-то на продажу у тебя, наверное, есть. Погляди. Странно, что якобы я ему уже говорил это. Хотя не припомню. Да я с ним вообще еще не разговаривал. Так, камни-душ, камни-душ, маг-маг, камень. Блин. Книги. Дубовая плоть, каменная плоть, магический свет и свет свечи. Вообще-то я все это хочу. Прям все это хочу. И одежда, ясно. Что я могу тебе продать? Аркея, жерелье. Так, 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 так. Посох огненных нужен. Что, простите? Свиток Катавасия? Существуют люди 11 уровня и ниже, атакуют всех подряд. Катавасия. Катавасия. Это потрясающе. Вызов есть, да. Дубовая, нету. Каменная, магический. Малый берег знаю. Светы, лесновидения знаю. Черный камень-душ. Все ясно. Что ты мне расскажешь об оберегах? Основная особенность оберегов в том, что для их зарядки нужно время. Не слишком много, но нельзя создать оберег, когда в тебя уже летит огненный шаг. Кроме того, если вражеское заклинание не разрушит оберег, он перезарядится через несколько секунд. Просто соблюдай осторожность. Создание оберегов требует постоянной концентрации. Так что в один момент ты можешь обнаружить, что твои запасы магии полностью иссякнут. Ну, в принципе, понятно. Пару уроков магии. Ну, почему бы и нет. Я поделюсь с тобой знаниями. Как вы, наверное, уже видели, я, правда, уже учился в восстановлении, которое мне гораздо более интересно пока что. И поэтому я нафиг. Коллегия в Скайриме что-то вроде диковинки. Норды не слишком тепло относятся к магии. Недавно здесь, да? Я надеялся, что здесь будут и другие норды. Ну, увы. Почему в коллегии мало нордов, она же Скайримская, и все круто? Большинство просто боится магии. Если ты не можешь прокрутить ее над головой и разбить ею пару черепов, норды не хотят иметь с ней дело. Они думают, что магия для эльфов, для слабых. Только без обид. Я знаю, что он из Талмора, и что тут он якобы просто советник. Знаю и то, что по-настоящему никто ему не верит. Так что просто стараюсь не попадаться ему на глаза. Хм, странный чувак. Действительно, ты прав. Я вообще не понимаю, что здесь сделать Талмора. Извращенно, хрена здесь быть Талморцу. Какой еще нафиг советник, чей советник, ничего не думает. Трудно ли быть вдали от семьи? Совсем нет. Это настоящее счастье. Моя семья была убеждена, что если я сюда приду, то подпишу себе смертный приговор. И даже хуже. Мне пришлось годами их уламывать, что моя судьба здесь. Ну, да. Норды с таким, да. Ну, все довольно очевидно. Норды вообще не доверяют магии. Начнем с этого. А потом еще кризис Обливиона, который вызвали маги, и нынешние проблемы с Талморцами, эльфами и по совместительству магами. Наконец, не забывай о том, что когда большая часть Винтерхолда обрушилась в море, уцелела только коллегия. Благодатная почва для ненависти. Хм. Хм. Ладно. Я честно... Скайрим и Эльсвейр — полная противоположность. Но магия... Магия везде одинакова. Коллегия в Скайриме — что-то вроде диковинка. Норды не слишком тепло относятся к мастерам. Ты здесь недавно, да? Однозначно. Тебе уже удалось достичь успеха в экспертных заклинаниях Школы Разрушения? В экспертных? Я достигнул. Хотя... Ты мне еще далеко. Да ну, это разочаровывает. Зарга надеялся, что хоть кто-нибудь сможет угнаться за его достижениями. Блин, ну ты прям выпиндри, Ожник, у нас. Похоже, тебе тут нравится. О, да. Зарга надеется найти реликвии, которые его сделают могучим магом. Лучше всего маленькие штучки, которые влезут в карман и которых никто не хватится. Да, да. Ты что, вор? Ладно. Не знаешь ли. О, ты ошибаешься. Ты не можешь согласиться со мной по одной единственной причине. Ты проигрываешь мне и не хочешь это признать. Я вообще не очень понимаю, о чем разговор. Ты совершенно уверен в своей... Ну, ну да. Зарга уверен в себе не просто так. Магическое искусство, обаяние и сильная воля. Зарга достигнет успеха, в этом нет сомнения. Да я и не сомневался. А нафига ты пошел учиться в коллегии? Маги всеродили только и думают о политике. Синод и Лига Шепотов слишком заняты защитой своих секретов, чтобы заниматься еще и обучением. Зарга не слишком рвался именно в Скайрим. Но Винтерхолт не вмешивается в политику и занимается именно обучением. Здесь Зарга станет великим. Хм. До встречи. Коллегия в Скайриме. Что-то вроде дико. Да ты говорила уже раз сто. Ладно, больше здесь, похоже, никого нет. Есть Талморец. В котором я пока не буду говорить, потому что я и так разговаривал слишком много со всеми углеводками. И это кто? Это кто? Блин, вот тормоза. Блин. О, ему полегчало. Очень мило. Ты прав. Так, ладно, отправимся в таком случае. Да, я кажется, это уже стоит. Отправимся в таком случае сразу на Роскоп. Это всегда так воодушевляет. Видишь, как молодое поколение рвется. Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного, а то выпотрошу как рыбку. О, о, черт. Я лучше умру, уходи сейчас же, угроза. Да, так, а что мне, что у меня деньги есть? Да мне некогда вообще с тобой разговаривать. Да. Эй, да это куда? Не склала сюда приходить. Да, конечно. Блин, я тебя пою, прям, 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 кошмар. Вот так вот. Очень даже, даже очень неплохо. Корочий кинжал, я думаю, пригодится. Остальное нафиг нужен. Там граната, отмычка, эльфийская броня и кожаные сапоги. Вообще, мне очень интересно попробовать кинжал. Я все с топором, да с топором. А что если я возьму кинжал? Это так воодушевляет. Как это выглядит? Да неплохо. О, блин, еще одна тварь. Эй, я вообще-то на тебя пытаюсь напасть. Эй, 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 ты куда? Да, блин. Что ж такое-то? Не везет. А-а-а, это призванный отройт. Ё-мо-сан. Вот твой, да? Прежде чем ты начнешь расспрашивать, да, мои предки не мыслили жизни без магии, и нет, я не хочу об этом говорить. Да, я знаю, что в Винтерхолде проживало множество моих сородичей, и нет, меня не смущает, что... Еще вопросы есть? Да, 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 да. Знаешь, это одно из немногих мест, где ты действительно можешь получить настоящее магическое образование. Э-э-э... Да. Лично мне совсем не нравится, как он на меня смотрит. Как будто ждет. То ли пока я взорвусь, то ли пока попытаюсь его убить. Но он явно никому из нас не доверяет. Это точно. А шо ты знаешь вот о этом, а... Не знаю. Да, особенно ничего. Только что он очень-очень древний. Думаю, это был один из первых городов людей в Тамриэле. Блин, мне почти не о чем стоит поговорить, ладно? Иди отсюда, да? Так, это что такое? Коза, у которой нет шкуры, потому что ты ее забрал, да? Это всегда... Да, это всегда так воодушевляет. Всегда, да. Ну вот я и пришел. Вошли, что ли? Ну вот мы все в сборе. Войдем внутрь? Однозначно. Это всегда так воодушевляет. Да говорил ты уже об этом. Нас очень интересует сила магических печатей на местных гробницах. Мы раньше ничего такого не встречали. Ого, а что мы ищем? Все. Все, что только может пригодиться. Поэтому мне и нравится это место. Мы понятия не имеем, что тут найдем. А если при этом мои предостережения об опасности магии дойдут хотя бы до нескольких учеников, тем лучше. Так, да я уже могу, конечно. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Ну хорошо, пошли, пошли. Не могу поверить, что на эти раскопки получено разрешение. Почему? Знаешь, тут ведь может быть золото. Сартал – одно из самых ранних нордских поселений в Скайриде. И самое большое из известных. То есть... Разграблено эльфами во время знаменитой ночи слез. О том, что случилось в Сартале, известно мало. Угу. Для нас это удивительное... Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Первый вопрос, что ты только что говорила, почему-то не закончил. Так, ладно. Вопросы я все задавал, пошли. Хм, да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнолу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим. Хорошо. Где займутся остальные? Берелина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чашек. Что-нибудь, что должно было бы отваживать отсюда людей. Не трогай их, только найди. Итак, господа и дамы, вперед. Но будьте осторожны. Окей. Хорошо, что мы тут имеем? Мне нужно идти к чуваку, который что-то мне скажет. Я сам не знаю, что он мне скажет, да. Эх, ух ты ж. По-моему, это совершенно потрясающее и очень красивое место. Какого было жить здесь, сколько веков назад? Первые люди в Тамриэле. Ой, я чуть-чуть стал последним человеком. Бум. Думаешь, тут есть сокровища, которые сделают Шсаргам от лучших волшебников? Ой, я не знаю. Я не знаю, Шсарг. Что тут есть? Ну, что тут есть? Вот тут есть человек. Ну-ка скажи мне, что ты чего? Ничего не трогай. Ну, я ничего и не трогал. Вот мне прислал какой-то Талфидр. Пэ, что ты думаешь об Анг? Он задавал чересчур много вопросов о моих исследованиях. Мне кажется, талмарцы пытаются украсть плоды моих изысканий. Разумеется, я ничего ему не сказал. То, чем я занимаюсь, слишком важно. Об этом не следует никому даже заикаться. Да, а вот, господи, Талфидр просил меня помочь тебе. Что? Ах да, ты. Я тебя помню. Ты собираешься помочь? Хорошо, просто... Просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты... Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Этот человек напоминает мне, как могу вспомнить, самый главный главарь в болотном лагере в Готике. Ты говоришь ему, привет, а он такой, да, я тебя знаю. Вот и он такой же. Просто собери остальные магические артефакты, а я занесу их в каталог. Да, да, конечно. Сейчас тебе... До встречи. Да, это все для моего исследования бесполезно. Значит, это что? У нас зачарованное колечко. Так, а тут у нас... Не вижу нифига. Тут у нас зачарованное колечко. Так, а тут у нас вот маленький камень. Ты уж вот хорошая штука, да. Так. Блин, я какой-то инструмент бальзомеривания взял. Я его вытянуть хочу. Вот, вытянуть нафиг. Хорошо. Что мы тут еще имеем? Это все для моего исследования бесполезно. Зачарованное колечко. И... 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 Это что такое? Древний амулет. Так, шо еще, шо еще, шо еще, шо еще, шо еще. Э? Ты я же взял его уже древний амулет. В чем смысл-то, а? Эти, е-мое. Мысл в том, что меня замуровали. Что это еще за грохот? Все в порядке? Я не могу выебаться. Как же это могло случиться? Ну, вот, стене был амулет. В общем, он теперь у меня в руке. Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его использовать? Вот так, значит, при помощи амулета. Так, и амулет, амулет. Он, наверное, в одежде амулет. Вот он. Надеть амулет. Что он делает? Заклинание расхода на 3%-ные шмати. Замечательно. Ты видишь? Стена как будто резонирует. Это как-то связано с амулетом. Интересно, какой эффект будет у твоих заклятий? Ну-ка, я освещу тебя. А, блин. Нужно разрушение, что ли, для тебя применить? Ура! Ура! Ну, поговори со мной. Нужно быть осторожнее. Здесь не слишком-то безопасно. Вы только посмотрите. Кажется, он куда-то ведет. Что ж, посмотрим куда. Блин, человек бесстрашный. Он хочет показать нам опасность заклинаний, и при этом просто, ну, совершенно... Нужно быть осторожнее. Эй, эй, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Зачем тут печать? Что это за место? Не знаю, чего нам тут ждать. Нужно быть начеку. Пошли. Ура! А? А, грустно. Вы знаете, что ты запустил цех событий, которые нельзя оставить. Приговор не высел, поскольку ты не мог об этом стать. Приговор будет высел за твои будущие дела, и за то, как ты справишься с опасностью, те что тебя ждут. Это предупреждение. Просто потому, что к тебе верит орден пассивный. Ты, Марк, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Будь крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Хм. Я клянусь. В тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Вот появился какой-то мужик, и, видимо, он заговорил со мной. Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? А вот он сказал об опасности и всякой лаже, и про Ордена Псиджиков. Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего я не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Так, а что такое вообще Псиджики? Группа магов, которая существовала еще до Империи. Очень могущественные. Очень скрытные. Их уже лет сто никто не видел. Они исчезли вместе со своим святилищем на острове Артею. Понятия не имею, как они связаны с этим местом. А вот, а вот это вот, а почему Орден Псиджиков надеется связаться со мной? Почему бы и нет? Я поделюсь с тобой знаниями. Да, я говорю, почему Орден Псиджиков? Не имею ни малейшего представления. Но это потрясающе. Если это правда, конечно. Остер Фортеюм исчез сотни лет назад. И после этого о Псиджиках не было никаких местей. Но теперь они вдруг связались с тобой. Это так интригующе. Как минимум, это можно считать комплиментом. Псиджики всегда вели дела только с теми, кого считали достойными. Ой, бедный, бедный актер озвучивающий. Ну, береги себя. Это, блин, так, наверное, тяжело. То, блин, Псиджики, то, блин, Псиджики. Совершенно непонятно. Так, о, сумка аптекаря. А, значит, всякая хрень. Я это все возьму, пожалуй. О, Господи, что это? Где это? Так, я постараюсь попробовать, интересно. Ой, новый. Что это? Драгур. Ну ты, блин, гад, а. Так, древний топор. И прочая хрень. Ничего не интересного. Так, и... И... Так, и что у тебя тут? У тебя тут еще один топор. О, железный следок, отлично. Мне пригодится железный следок. Тебе не навел, да? А, нет, все нормально. Так, тут что-то у нас вот тоже Драгур вот лежал когда-то. Две мирские перчаточки, однако, да, впечатляет, впечатляет. Драгур еще, тот еще. Блин, опять ничего не вижу. А, тут ничего и не было. Мда. Мда. Так, отсюда мы пришли. А это что? А это... Глюк, все ясно. Ладно, ладно. Так, здесь не могу пройти. А, могу пройти, могу пройти. Хорошо. Ладно. Хочу больше света и лечения. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ну, все достаточно прикольно. Кинжал, что здорово, по-моему. Собственно говоря, что же тут еще? Бирс не видел ничего подобного в нордских руинах. Ты только посмотри на эти гробы. Тут нужен более внимательный осмотр. Я останусь и все тут изучу. А вот тебе стоит пойти дальше. Попробуй найти все, связанное с твоими людьми. Ты будь осторожен. Вдруг тут и правда опад. Ну, все, что я могу сказать. Ух ты ж, серебряный суток. Еще стрелы. Стрелы я вас совсем, все, 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 все потратил. Поэтому нужно их собирать. Мне. Так, 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 так. А вот тебе стоит пойти дальше. Ну, как я здесь? А, дошло. Попробуй найти что-то, связанное с твоими людьми. И будь осторожнее. Ну, понеслась. Все, да, ладно. Так. Значит, о, 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 однако, однако. Вообще все эти зелье надо бы кому-то продать. Потому что зелье это вообще замечательная вещь для продажи. По крайней мере в Мрайвинге. А, ладно, куча трупов, куча трупов. Ничего интересного. Еще раз куча трупов. Здесь, здесь вообще достаточно так не темно. Не темно. Так что, мое изменение-то особо-то и не нет. Бой, ёлка. Слушайте, а что бы это меня не ударило, оно мне снесло почти все жизни. Я не делаю. Это мощное заклинание, я офигеваю. Вот так. Ну, все-таки с топориком похожу. Топорик как-то попривычней мне. Так, а я, значит, это все мне нафиг не далось. Вот это вот я возьму, спасибо большое. А вот это вот я тоже возьму, большое спасибо. Вот. Значит, что же, что же еще тут есть интересного? Понимаешь? Понимаешь? И... Вот эти все, вот эти драгуры, вот, блин. Блин. Опа. Еще один. Ну, крен в сашаль. Кто-кто он? Драгур. Призраль. А почему призраль? Так, блин. Вот так. И вот так вот. И вот так. И вот так вот. И крен в сашаль, да? Отлично. Отлично. Так, золото, стрелы и все шлифы. Да, очень хорошо. Очень хорошо. Вот так вот. Ну, что я могу сказать по поводу всего этого видео. Я сегодня достаточно усталый. У меня сегодня был тяжелый длинный день. Я очень надеюсь, что вы довольны тем, что посмотрели на Skyrim. Вот. Да, кто-то там у нас в сети. Да. Играет Counter-Strike Source. Молодец, молодец. Вот. Я очень надеюсь, что вам это понравилось. Вот. В следующий раз, я надеюсь, я смогу гораздо лучше все это прокомментировать. Так что, до следующего раза. Продолжение следует...